Из Чебоксарской районной больницы выписаны все граждане Китая, прошедшие карантин. Заболевших коронавирусом и гриппом среди них нет. Сегодня в Доме правительства обсудили эпидемиологическую обстановку в республике. И как распространяемая информация в интернете отражается на работе аптечных сетей, выяснил мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда коронавирус начал распространяться и в Европе, российские регионы ввели особые меры контроля за теми, кто пребывает из-за рубежа. Сейчас под наблюдением медиков Чувашии находятся трое жителей республики, которые прилетели из Италии. В Роспотребнадзоре рекомендуют и вовсе пока ограничить поездки в другие страны. В Минздраве сообщают, эпидемиологическая обстановка остается стабильной. За последнюю неделю снизилась и заболеваемость ОРВИ. На девятой неделе 2020 года в Чувашской республике зарегистрировано всего 6508 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И показатель заболевания составил 532 на 100 тысяч населения. Значит, высокий уровень заболеваний с гриппом ОРВИ зарегистрировано в городе Чебоксары, в Шумерли, в Шумерлинском районе, в Красноармейском районах. Эпидсезон 2019-2020 года, он более благоприятный. Даже братья контрольные точки начала всех трех эпидсезонов. Данный показатель мы связываем все-таки и проведением профилактической работы активной, и самое главное, это вакцинация против гриппа, которая проведена в Чувашской республике. И по прогнозам специалистов, ситуация с ОРВИ и гриппом ухудшиться уже не должна. В республике, отмечают в профильном ведомстве, сформирован необходимый запас препаратов. Однако нагнетаемый в интернете страх делает свое дело. В аптечных сетях наблюдается острый дефицит медицинских масок. Нашей съемочной группе не удалось приобрести ни одной упаковки. Это три упаковки медицинских масок. Нет. Не одной. Три упаковки медицинских масок. Вообще, вообще ни одной. Исполняющий обязанности министра здравоохранения отметил, что за последние недели аптеки реализовали двухмесячный запас медицинских масок. Даже у производителей этих масок нет. Они не успевают выпускать. То есть потребность очень высокая. И, соответственно, не дают даже предложения для проведения конкурсной процедуры. Если в середине февраля этот спрос составлял в районе 7000-7000 масок в день, на последние данные, на вчерашний день, это составляет 2119 штук в день. Здесь на первый план выходит централизация закупок, отметил Олег Николаев. Не просто розницы, но и медицинских учреждений. Я помню, достаточно часто поднималась тема главными врачами. Вопросы закупки, централизованной закупки лекарственных препаратов, и не только лекарственных препаратов, но и медицинских изделий. Если не полностью обеспечиваются заявки, они не обеспечиваются. И давайте отдельно на эту тему очень подробно поговорим. Еще одна тема совещания в Доме правительства – административный контроль за предприятиями. Олег Николаев призвал к ответу руководителя Республиканской налоговой службы. В социальных сетях временно исполняющему обязанности главы региона поступают обращения от бизнеса с жалобами на блокировку счетов. Ваша служба блокирует счет юридического лица за очень маленькие недоимки. Ну вот в последний случай мне прислали там то ли 50 рублей, то ли 50 копеек. Заморозка счета отражается на эффективности работы предприятий. Незначительные недоимки можно устранять и другими способами. Одна из принципиальных задач налоговой службы – устранять административные барьеры, отметил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев, Рифат Фадкулин и Андрей Шоклев. Республика.